Ну, судя по тому, как вся страна у нас переживает за долю Великобритании, это как бы все так и переживали за нашу страну. Ну, во-первых, ремарка, еще никто никуда не ушел. Минимум этот процесс, если он начнется, дай бог, будет продолжаться лет пять. Британия является членом ЕС и остается членом ЕС. Что реально происходит? А реально происходит простая вещь. То есть Евросоюз начинает трещать под грузом своих же социальных обязательств, которые он уже перевыполняет, условно говоря. Британия не хочет принимать в этом участие, условно говоря. Не хочет упасть под грузом долгов, которые накопили страны ЕС за счет уже превышающих все разумные меры, социальные программы, фактически финансирование людей, которые не хотят работать. Это демотивирует людей, которые хотят работать. То есть в результате финансирования, огромное финансирование программы, если посмотреть, долги, например, той же Италии уже составляют 120% от ВВП. Долги Испании тоже составляют. И это все находится в зоне евро. Британия, одна из причин, почему Британия так остро реагировала на ЕС, это то, что они видят, что ЕС проводит нерациональную, в первую очередь, социальную политику. И сразу же хочу сказать, что Италия уже тоже заговорила о своем референдуме.